Добрый день! Я приветствую зрителей канала Россия-1. Меня зовут Александр Черняк и это совместный проект Томской государственной телерадиокомпании и Томского государственного архитектурно-строительного университета. Сегодня в нашей студии вновь шесть ребят поборются за приоритетное право на поступление в ДГАСУ. Собственно, пришло время назвать наших участников. Вот они. Я Андреева Анастасия, ученица Рыбловской средней школы. Мое хобби я люблю рисовать, люблю танцы, музыку, общаться с друзьями. В общем, я веселый человек. Я поступаю в ДГАСУ, потому что хочу стать архитектором, для того, чтобы выразить все свое «я» и также выразить мнения моих односельчан и жителей города Томска. Я Алексей Леонтьев. Заканчиваю Минаевскую школу Асиновского района. Я люблю заниматься спортом. В свободное время увлекаюсь техникой. Вожу автомобиль, трактор, мотоцикл и также ремонтирую ее. Я с детства с техникой на «ты» и хочу строить мосты, дороги. Меня зовут Елисина Тамара, мне 18 лет. Я заканчиваю 13-ю гимназию города Томска. Параллельно я учусь уже второй год в архитектурно-строительной школе «Придгасу». Люблю работать цветом, формой, красотой. Я хочу поступать в Томский государственный архитектурно-строительный университет, потому что там с нами работают квалифицированные педагоги, мастера своего дела. Многие из них доктора и кандидаты наук, члены Всероссийского союза архитекторов. Будущее за архитектурой, архитектура за мной. Меня зовут Корякина Ольга, я учусь в четвертой школе. Заканчиваю золотой медалью хореографическое отделение. Учусь в архитектурной школе от кассы и хочу поступить на архитектурный факультет. Я очень люблю путешествовать и смотреть на архитектуру западноевропейских городов. И хочу, чтобы наш Томск был таким же красивым или даже еще лучше. Меня зовут Белоконева Дарья. Я заканчиваю лицея номер 7 города Томска и архитектурно-строительную школу пред ГАСУ. Я окончила художественную школу с красным дипломом. Я с детства очень люблю рисовать, конструировать, макетировать и создавать что-то новое и интересное. Именно поэтому я поступаю на архитектуру. Я очень интересуюсь ей и очень люблю архитектуру. Меня зовут Алексей Лаалина. Я заканчиваю четвертую школу, 11 ТА класс. В свободное время я люблю почитать хорошую книгу, порисовать эскизы, послушать музыку. С детства я не выпускала карандаши и кисти из рук. Выставлялась в выставках, занимала призовые места. В этом году я успела стать гранд-призером в областной олимпиаде по рисунку и интерьер. Я хочу стать архитектором, потому что, по моему мнению, эта профессия очень творческая, увлекательная и будет востребована в жизни всегда. А теперь я хочу представить наше многоуважаемое жюри. Именно от выбора этих людей будет зависеть судьба наших конкурсантов. Наши жюри. Бойко Владимир Петрович. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России и политологии ДГАСУ. Автор более 90 научных и научно-методических трудов. Награжден знаком почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Ушаков Александр Владимирович. Ответственный секретарь приемной комиссии ДГАСУ. Директор Центра информационных технологий ДГАСУ. Кандидат физико-математических наук. Юрий Федорович Ососков. Заместитель директора завода крупнопанельного домостроения по научному и техническому развитию. Работает на предприятии с 1967 года. Больше 20 лет занимает должность главного инженера и технического директора предприятия. Удостоен звания почетный строитель. Сергей Юрьевич Худяков. Директор архитектурного бюро «Стиль». Представитель Томского регионального отделения Союза архитекторов России. Доцент кафедры архитектурного проектирования ДГАСУ. Юрий Дмитриевич Недоговоров. Заместитель председателя Томского регионального отделения Союза архитекторов России. Почетный архитектор России. Доцент кафедры архитектуры ДГАСУ. Маргарита Калашникова. Заместитель декана по работе с магистрами и бакалаврами. Кандидат технических наук. Магистр техники и технологии. Победитель всероссийского конкурса магистрских диссертаций. Лауреат премии президента Российской Федерации. Несмотря на то, что справиться с волнением перед объективами телевизионных камер давалось не всем участникам нашего состязания, жюри сразу отметила высокий уровень знаний конкурсантов. Поэтому члены жюри решили лично пообщаться с каждым из ребят, задать им вопросы, оценить багаж знаний. Возможно, именно это общение и стало одним из ключевых в нашем конкурсе. И от того, как каждый из ребят смог себя зарекомендовать перед жюри, сложились основные оценки конкурсантов. Забегая вперед, скажем. Выставляя итоговые оценки, жюри потребовалось больше часа, чтобы прийти к общему мнению. Оценивать багаж знаний наших участников жюри будет по пятибалльной системе. Победителем становится тот, кто по результатам трех конкурсов наберет наибольшее количество баллов. В нашем первом конкурсном задании участникам предстоит блеснуть знаниями архитектуры Томска, а также истории самого города. Настя, назовите наибольшее количество томских купцов, которые внесли значительный вклад в развитие томской архитектуры. Купцы – это Ярлыков, Флеер, Макушин. Мы брали в аренду государства земли, строили на них жилые дома, доходные дома, магазины, а потом уже сдавали их обратно государству. То есть и государство получало пользу, и, естественно, купцы. Вы назвали магазины, торговые дома наиболее известные владельцы томских торговых домов. Это купец Флеер, есть дом Флеера, Ярлыков, который заказывал Преображенскую церковь у королева Играфа Ивановича. Так, Соболев. Ну и, в общем-то, все. Алексей, я попрошу вас назвать здания, которые были построены на площади Ленина до 1917 года, а также в советское время, и дать оценку архитектурных достоинств этих зданий. До 1917 года были построены здания, такие, как, например, по берегу Томи было здание базара. Также было... Вы имеете в виду биржи? Да, биржи труда. Ну, не труда, это была просто биржа. Биржи труда появилась чуть позже. А, да. Ну, и также была церковь построена. Как название этой церкви? То есть, я не скажу, не знаю, не помню. Хорошо, это была Богоявленская церковь? Да. Было построено также... Давайте перейдем к советскому времени. Какие здания были построены на этой площади уже в советское время? В советское время было построено здание второв и сыновья, которое нынче называется Тысяча мелочей магазин. Ну, это было, к сожалению, или к счастью, наверное, даже к счастью, уже не в советское время, но мы немножко отошли от площади Ленина. Давайте вот до Ушайки. На самом деле, там два основных знания, которые построены в советское время. Большой концертный зал. Хорошо, давайте считать так. Еще одно здание. Здание областной думы. Областной администрации. Да. Вы могли бы дать некую характеристику зданий, вот, театра и областной администрации? Они как строили, как большие. Вам нравятся эти здания? Да, мне нравятся эти здания. Строились на века серые. Тамара, вспомните, чем занимался Петр Макушин. Назовите здания, которые связаны с его жизнью и деятельностью в Томске. Петр Макушин – это известный томский купец, который в конце, с конца XIX и начала XX века занимался строительством различных зданий в Томске. Одно из известнейших – это дом науки Петра Макушина, где сейчас в современности. То есть в наше время располагается Томский театр с куклой-актером «Скомарок». Также у него есть здание на переулке Благовещенском – это торговые склады. Архитекторы, которые строили здание – это Лыгин в большинстве своем. Вот. Ну, то есть этот купец выделял большие деньги на строительство. И как бы в зданиях, которые он построил, когда они построились, в актовом зале висели его портреты. Вот если говорить современным языком, бизнес господина Макушина заключался в чем? Это очень специфический был бизнес для того времени. Ну, как бы это торговые склады и вот дом науки. Ну, а, собственно, торговал-то чем? Основное направление его бизнеса, одно из основных. Ничего не знаю даже. Петр Макушин – один из первых, кто в Сибири начал заниматься торговлей книгами. Он был известный книготорговец. Дом науки, наверное. Также он боролся с неграмотностью и занимался просвещением сибиряков. Помните, где жил сам Петр Макушин? Тоже очень известное здание. Оно рядом здесь, вот на телецентре. Вы помните? Особняк Петра Макушина. Ну, понятно. А где он располагался? Ну, тоже, наверное, на площади Соляной. Чуть дальше. А, на Кузнечном взвозе, да, наверное? Петр Макушин жил в особняке на Кузнечном взвозе современной. То есть сейчас это Воскресенская гора. Ольга, я попрошу вас вспомнить и назвать здания, которые находятся на площади Новособорной. Какое их предназначение в истории и сейчас? Новособорная площадь называлась Революционная. Площадь Революции. Площадь Революции. И там был построен Троицкий собор, который не сохранился в настоящее время. Горосторном Верхний, это были торговые ряды. Справа от торговых рядов находится современное здание мэрии. Торговые ряды принадлежали купцу Горохову. Здание СФТИ вам что-то говорит? То здание с большими ступеньками, где постоянно проходят какие-то митинги. Что было исторически в этом здании? Это одно из центровых зданий в Томске в то время. Это была резиденция губернатора. Дарья, вы, конечно, знаете, что Томск был основан в 1604 году. Давайте сейчас вместе вспомним и порассуждаем, как центр города спустя эти 400 лет перемещался. Сейчас на Воскресенской горе стоит камень, который символизирует, что на этом месте был основан город Томск. Там также стоит церковь Воскресенская, которая... А раньше, вот на месте камня? Там был основан острог Томска. Томский. И дальше от него стал развиваться город. Верно. Давайте порассуждаем, как уходил центр города. На проспект Ленина, на площадь Ленина. Это сейчас центральная площадь Ленина и Новособорная. Там, собственно, и был... Сейчас это центр Томска. И там же он начинал развиваться. Вы можете вспомнить, как площадь Ленина называлась много лет назад? Ее историческое название. У нее было несколько названий. Кажется, она... Одну из основных. Я помню, была Старособорная площадь. И Новособорная была площадь. Там шла бойкая торговля. Как она могла называться, эта площадь в Томске? Базарная площадь. Хорошо. Давайте дальше. Дальше куда перемещался центр города? На Новособорной площади. Совершенно верно. Ну и сейчас, в сегодняшний момент, центр города ушел... На Ленина. Алина, вспомните, пожалуйста, название Томских улиц, которые... Наиболее старые Томские улицы. И если можете, вспомните, что на этих улицах располагалось? Ну, самая длинная, ну, из старой улицы Томской, ну, это Соляная. Это площадь? Ну, да, площадь Соляная. А почему именно такое название? Соль. Ну, что... Что могло быть на этой площади? Может быть, вода, море. А может быть, там что-то продавали? Да, там продавали соль. Ну, на самом деле, да. Много лет на площади Соляной торговали солью. Хорошо. Давайте пойдем дальше по Томску. Какие исторические улицы вы помните? Иркутский тракт, Московский тракт. Давайте оттокнемся от большой, самой большой улицы Томска. Проспект Ленина. Проспект Ленина. Вы можете назвать, как назывались исторические вот эти улицы? Потому что он не всегда был проспектом Ленина. Да, проспект Ленина состоял из трех улиц. Это Университетская, Почтамская и Миллионная. А можете вспомнить, почему так или иначе вот эти названия появились в истории Томска? Потому что, ну, первый университет в Томске появился. Слабо назвать год появления Томского университета? Я лучше назову архитектора, это Бруни, а по заказу Цибулина, ну, Почтамская, потому что там располагалась почта. А Миллионная? Больше всего народу жило на этой улице. Уважаемые жюри, я попрошу поставить оценки за наш первый конкурс. И напоминаю, что знания наших участников мы оцениваем по пятибальной системе. Субтитры подогнал «Симон» По итогам первого конкурса жюри выставило следующие оценки нашим конкурсантам. Анастасия Андреева – 27 баллов, Алексей Леонтьев – 20 баллов, Тамара Елесина – 27 баллов, Ольга Корякина – 20 баллов, Дарья Белоконева – 22 балла и Алина Алексеева – 23 балла. В конкурсе участникам предстоит блеснуть своей эрудицией. Им будут заданы шесть вопросов, на которые предстоит ответить каждому. У меня очень простой вопрос. Скажите, пожалуйста, чем отличаются профессии столяр и плотник? Ну, столяр – это тот, кто занимается резьбой по дереву. А плотник, наверное, профессия чуть-чуть пошире. Может, он и железом работает? Плотник – это тот, кто строит дома. А столяр – тот, кто вставляет окна, подгоняет там наличники, вешает все. Я даже представляю, как его они занимаются. Столяр. Делает какие-то работы. Плотник – это, мне кажется, почему-то как монтажник, что-то такое. Не знаю даже, ну, работа с инструментами у обоих. Столяр. Столярное дело. Ну, я не знаю, может быть, это как с ключами, что там связано такое, с инструментами, с какими-то. Столяр работает с деревом, плотник работает уже с готовыми, и с деревьями. Столяр обрабатывает дерево. Столяр занимается с деревом, насколько я знаю. А плотник, он занимается с железом. Ну, не только с железом, с металлами. Ну, столяр работает, наверное, с железом. Плотник – это тот, кто укладывает стены. Уважаемые друзья, назовите, пожалуйста, древнейшее сооружение мира, которое вы знаете. Пирамида Феопса, Сфинкса и Китайская стена. В Египте пирамиды египетские. В Китае – Китайская стена. И в Москве – Кремль. Стоунхендж, Некрополь, дворцы различные, Венеция, Италия. Египетские пирамиды, Зиккурата, Великая Китайская стена, Соборы. Собор Парижской Богоматери, Кеонский собор. Пирамиды, Великая Китайская стена. Семь чудес света тоже считается, да, то есть сады и семирамиды. Акрополь, Колизей. Пирамиды египетские. Уважаемые участники конкурса, ответьте на вопрос, какие кровельные покрытия вы знаете? Есть просто, может быть, шифером. Есть мягкая черепица. Соломы, в конце концов. Шифер. Металл, черепица. Железо. Старо. Ну и деревянными досками. Ну, сейчас кровлю в основном делают из металлочерепицы. Это шифер. Также делают из железных листов. Просто покрывают. Крыша бывает черепичная. Шифер заливает гудраном. Вообще, крыши могут быть даже деревянные, если это деревянные здания. Могут быть металлические. Бывают даже алюминиевые. Ну, были, я видела. Шифер, дерево, медь, алюминиевые. Уважаемые друзья, коллектив архитектурного бюро «Стиль» интересуется, какие архитектурные стили вы знаете. Кирпичный, модерн, не русский стиль, а сибирский, сибирская барокко. А, русский стиль. Русский стиль есть. То есть деревянное зодчество. Эклектика. Смешение. Смешение разных стилей. Не знаю. Барокко. Неоклассицизм. Эклектика. Модерн. Хай-тек. Кантри. Ну, различные просто как бы подстили, то есть это какие-то восточные мотивы, то есть различные национальные, как бы русские стили. Классицизм. Барокко. Неоклассицизм. Классицизм. Рококо. Модерн. Неоклассицизм. Новый русский стиль. Ну, или неорусский. Ну, как так он называется. Стиль барокко. Стиль. Так. Эклектика. Модерн. Барокко. Классицизм. Готический. Мой вопрос звучит так. Назовите, пожалуйста, памятники в Томске, которые вам известны. Чехов. Недавно ему нос тюрли. Так. Вечный огонь. Где стоит? Я не знаю, как. На лагерном саду. Вечный огонь. Есть памятник. Волк из мультика, который там поет. Сейчас пою. Говорит. Так. Есть. Я не помню, какие-то тапочки. Я не помню, как называется точно. Есть памятник беременной женщине. Женщине. Памятник Татьяне. Памятник Ленина. Памятник Ленина. Ивана Терных. Памятник Татьяне. Памятник Татьяне. Памятник Татьяне, который в горсаду. Есть обелиск на спич-фабрике, который находится около церкви как раз святого апостола Петра и Павла. Памятник новорожденному, который находится около первого роддома. Памятник беременной женщины. То есть, не знаю, где он находится. Вечный огонь. Памятник мультгерою, который волк поющий. Памятник даже у нас есть монтажнику. Там человек на столбе. Памятник Чехову. Шар. Есть у нас около кинотеатра имени Горького. Ленин. На площади Ленина. Пушкин памятник. Памятник беременной женщине. Памятник перед роддом владея Нескапусти. Памятник электрику на столбе. Памятник на ладенном саду. Памятник Пушкину. Памятник Ленину. Деревянные дома тоже памятники. Потом место основания Томска. Памятник. Памятник ребенку в капусте. Памятник беременной женщине. Татьяне. Есть памятник болельщика. Есть памятник футболиста. Памятник волку из мультика. Татьяна. Тапочки. Чехов памятник. Памятник любовнику, который на балконе не сел когда-то. Героем победы. Уважаемые участники. Я как представитель завода крупнопанельного домостроения хочу знать. Знаете ли вы, из каких материалов состоит простейший бетон? Без цемента, без гравия. Железо, наверное. Глина, песок, вода, гипс. Цемент. А, песок, вода и цемент. Цемент, вода. Цемент. Фольк. Еще какие-то смеси, примеси. Смеси какие-то специальные, не знаю. А, песок, вода и цемент. Алина Алексеева зарабатывает 25 баллов. Третий конкурс нашего состязания мы назвали «Самореализация». Мы не ставили какие-то рамки и предложили нашим участникам самим блеснуть. Чем, собственно, они вам сейчас и расскажут. Это может быть песня, это может быть какой-то проект, это может быть эссе. Да, собственно, смотрите. Название проекта «Русь изначальная». Цель моей работы – это создание игровой этнозоны для детей села Рыболово через решение следующих задач. Первая задача – это ознакомление нынешней молодежи, подрастающей молодежи с основами мироощущения славян. И вторая задача – это построить эту площадку для того, чтобы вызвать интерес у детей к истокам русской культуры. Славяне представляли всю Вселенную в форме яйца, поэтому и площадка будет иметь именно такую форму. Ее они разделяли на три измерения. Первое измерение – это мир богов, и ревса. Второе измерение – это мир людей. Третье измерение – это мир мертвых, пекла. Связующим звеном этих трех измерений было древо жизни. В данном случае это у нас дорожка, корни которого находятся в мире мертвых, в пекле, а сама кромна находятся в мире богов. Итак, начнем с каждого измерения. Первое измерение – это, как я уже сказала, и ревсад. Здесь вы можете увидеть маленький фонтанчик. Он символизирует сметанное озеро, из которого ели боги. А также здесь есть камень Аллаты, по которому боги били и получали искры. Говорят, что из этих искр родилось большинство из богов. Также вы можете увидеть листики. Это будут клумбочки. Мир живых. Здесь находится изба. Дети здесь могут спускаться в горки. Там есть пространство для их игр различных. Есть песочницы для самых маленьких. Есть ладья, в которой они тоже могут развлекаться, общаться. Также здесь присутствуют качели в виде сов. И мельницы для того, чтобы дети могли узнать о том, как добывали раньше муку. И, наконец, мир мертвых. Пекло. Здесь будет расположен лабиринт. Он будет изготовлен из живой красной изгороди. И в середине которой будет стоять идол. Красный цвет символизирует пламя. И также есть здесь качели в виде круга. И на ней изображено солнце. Это символизирует бесконечность, потому что славяне считали, что когда человек умирает, он возвращается на землю уже другим предметом живой или неживой природы. Вся территория будет огорожена кованым забором. И, естественно, будут разделены все эти измерения. И чертежи. Форма яйца. Это у нас два входа. Фонтан и сама дорожка. Это является у нас входом. Вот вход. Два окна и лестница. Которые ведут на второй этаж. Где здесь это окна. А здесь и будет вот эта горка вниз идти. И вот сам разрез. И хотела бы вам показать вообще саму территорию. Что там находится. Находятся четыре пятиэтажки в виде квадрата. То есть они напротив друг друга изображены. И внутри находится достаточно большая территория, которая практически ничем не занята. Только здесь есть песочница, качели. В общем-то и вот беседка. И больше ничего такого нет. Поэтому бы хотелось здесь сделать именно детскую площадку для детей, чтобы они могли здесь общаться, развиваться, знакомиться. Проект называется «Рубка бревенчатых стен». Есть два вида рубки стен. Это с остатком и без остатка. С остатком есть два вида тоже. Разделяется на два. На правильную рубку и неправильную рубку. Правильная рубка – это вот. Когда сверху чашка, она называется «в чашку». А неправильная – это когда мы снизу вырубаем. Эта рубка называется «в латочки хвост» или «в лапу». Она без остатка. Недостатки, что неправильная – мы в чашку рубим. И как в два раза быстрее отваливаются углы. Потому что сюда попадает вода, и они отгнивают углы. А вот эта, если правильная рубка, она будет в два раза надежнее. И в основном, как все и в деревнях, и в городах рубят неправильно. Потому что так легче. И поэтому, подводя итог, я хочу сказать, что надо строить все-таки правильно. И тогда будут у нас надежные дома. Название моего проекта – «Творчество, свобода, красота». Идея – это герб архитектора. То есть я пыталась воплотить здесь его. Для своего проекта я выбрала синий цвет, точнее голубой. Потому что я считаю, что архитектор – это свободная профессия. Профессия свободного человека. Который творит, и не имея для себя почти никаких рамок в этом деле. Который дарит миру что-то новое. Красоту, творчество, новые идеи. То есть каждая деталь моего проекта, каждый вырез – это ассоциации, возникшие у меня в голове при слове «архитектор». И я пыталась донести всю легкость, фантазию, творчество, которое есть в архитекторе. И каждая деталь – это ассоциация, возникшие у меня в главе при слове «архитектор». Я считаю, что в этом проекте я пыталась сосредоточить всю легкость и монументальность данной профессии. И я хочу, чтобы вы, глядя на мой проект, понимали, что я чувствую, да, как архитектор, все мое творчество, всю мою фантазию, без слов. Я хочу представить дизайн-проект «Перепланировка однокомнатной квартиры». Основная задача была выделение полноценного спального места в квартире. И было решено использовать зону для кухни под спальное место. И пришлось отказаться от некоторых перегородок. И сделали, тем самым мы увеличили пространство ванной, сделали ванну. И кухонную зону мы перенесли в зону гостиной. И объединили это все, сделав гостиную многофункциональным помещением. В зоне гостиной у нас три зоны. Получилась зона кухни, обеденная зона, и зона гостиной отдыха, и та же кабинет. То есть мы увеличили помещение ванной комнаты. Тем самым удалось вместить и душевую кабину, и санузел. Основная задача была достигнута. То есть мы выделили спальную зону, и получилось достаточно много места. Гардеробную комнату мы сделали в зоне коридора. То есть мы сделали перегородку плавающую, и очень большое вместительное пристранство получилось для хранения вещей. Гардероба. Здесь мы использовали перегородку между гостиной и коридором. Под библиотеку здесь сделали стройные полки. Для интерьера гостиной мы использовали лофт-стиль. Сделали кирпичную кладку, декорированную в зоне просмотра телевизора. Мы выделили тем самым зону гостиной. Положили коврик в стиле ретро-70-х. И он дополнительно подчеркивает границы гостиной. Сделали кабинет, тоже в стиле лофт. В зоне гостиной у нас получился стол-остров для обеденной. Обеденный стол-остров. Он стал являться центром композиции данного помещения. В стиле лофт очень важно открытое пространство. И кухонная гарнитура у нас подчеркивает это свойство в стиле лофт. И для гарнитура у нас в фартук использован пробковый материал. В спальне очень сдержанные тона выбрали. Обои. Оттенка, чтобы было спокойно отдыхать. И самое важное место для отдыха. В данном проекте у нас получилось выделить очень большую зону для ванной комнаты. И тем самым у нас удалось сделать полки для хранения вещей. Умывальник. Мы очень функционально использовали перегородку между гостиной и коридором. Сделали книжные полки. И рядом зона для чтения книг. В коридоре мы установили перегородку с плавающей перегородкой. И там очень большое помещение для хранения вещей. Гардеробная комната. Это, в общем, элемент детской площадки. Это горка. Ну, здесь такая площадочка, где можно поиграть. Это что-то вроде турника, по которому можно подняться на горку. Как раз из нее скатиться. Это песочница, где дети могут отдохнуть. Детство — это такое беззаботное время, куда хочется возвращаться. Когда я вижу детей на улице, хочется улыбаться. На душе становится теплее. Поэтому я решила сделать свой проект для детей. Дети очень любят разные турники, кататься с горок, играть в песочницы. Поэтому я включила это в проекте. Также прообразом послужила сказка, которую я очень любила в детстве. Это «Алиса в стране чудес». Ее знает каждый ребенок, ее перечитывают. Все время узнают для себя что-то новое, что-то интересное. Я сделала гусеницу, которая как бы разговаривает с девочкой. Это прям кадр из книги, кадр из мультика. Девочка и гусеница состоят из каркасных цилиндров, по которым можно забираться, лазить, играть. Ребенок может здесь подняться на крышу, также поиграть там, скатиться с горки. И если, допустим, жаркая погода, палящее солнце, может укрыться в теньке, поиграть в песочницы. Таким образом я включила сюда интересы людей. По крайней мере, постаралась включить. Мой проект называется «Здесь начинается море». Это игровой комплекс, детская площадка, горка. Напоминает спасательный круг, качель, якорь. Ну, это компас, корабль. Это я хотела сделать штурвал, чтобы было похоже. Ну, вот парус с горкой. Прежде всего, это безопасность. Даже здесь на горке высокие ограждения. То есть ребенок, даже если при огромном желании, он не сможет перебраться через них и спрыгнуть. Здесь горка, она чуть-чуть под наклоном, поэтому вот в сильно крутых местах сделаны ограничения. То есть ребенок не выскользнет, когда будет скатываться с горки. Ну, вот это сооружение, оно достаточно высокое. То есть, я думаю, оно где-то метра два с половиной будет. У меня во дворе есть большая площадка. То есть там раньше было футбольное поле, а сейчас там торчит палка. У нас во дворе очень много молодых мамочек с детьми, которым просто необходим мой городок. Итак, это был конкурс самореализации. Я попрошу членов нашего многоуважаемого жюри оценить проекты участников. В третьем конкурсе, конкурсе самореализации, были, по мнению жюри, представлены очень интересные проекты. После обсуждения представленных проектов жюри выставил нашим конкурсантам следующие оценки. Анастасия Андреева 27 баллов, Алексей Леонтьев 23 баллов, Тамара Елесина 24 баллов, Ольга Корякина 28 баллов, Дарья Белоконева 23 балла и Алексеева Алина 25 баллов. Ну что ж, уважаемые друзья, сейчас у нас самый такой волнительный момент и в то же время самый приятный момент. Сейчас мы будем подводить итоги нашего конкурса «Я строитель». Итак, номинанты нашего конкурса стали Дарья Белоконева, ее результат 68 баллов, Алексей Леонтьев, его результат 70 баллов, и Алина Алексеева, ее результат 73 балла. Для награждения номинантов, для награждения наших участников, участников нашего конкурса, я приглашаю Юрия Осоцкого, заместителя директора завода крупнопанельного домостроения. Прошли. Завод крупнопанельного домостроения входит в состав 17 дочерних предприятий Томской домостроительной компании, самого мощного строительного холдинга в Сибири. ЗКПД является самым крупным подразделением холдинга ТДСК. И занимает четвертую строчку в рейтинге самых крупных предприятий стройиндустрии России. Численность сотрудников предприятия около 2000 человек. Почти 80% специалистов в прошлом выпускники Томского государственного архитектурно-строительного университета. Завод крупнопанельного домостроения располагается на трех производственных площадках. Производственная мощность предприятия составляет почти 500 тысяч кубометров сборного железобетона в год и более 70 тысяч кубометров керамзитного гравия. Сегодня завод крупнопанельного домостроения выпускает свыше 2500 наименований изделий, применяющихся в строительстве зданий различного назначения и дорожном строительстве. Уважаемые участники и будущие абитуриенты, сегодня в профессии строитель еще востребована, но нужны сегодня не просто окончившие вуз, а готовые, будем говорить, специалисты, уже адаптированные к производству, знающие процессы, которым вы бы управляли. По инициативе завода и ДГАСу организован, совместно организован инновационно-научно-производственный центр. Задачи, которые основны, это две. Две задачи. И первая из них, это задача, которая бы решила на производстве внедрение новых технологий, которые наука изобретает, и которые, ну, будем говорить сейчас, что ложатся на полку вуза или там в патентах где-то хранятся. А на производстве они так и не отлагаются. Значит, вот задача, это первое, чтобы сопроводить, значит, научные открытия до производства. И вторая задача, это адаптировать ученого, молодого ученого, аспиранта и студента к производству, чтобы студент уже был подготовленным и знал, не боялся производства, не боялся крана там или другого оборудования. Хотелось бы отметить ваше хорошее желание. ГАСУ – это институт, который позволит вот сделать совместно то, что мы сегодня наметили. И хотелось бы отметить вас вот, значит, ценными подарками. Швейцарские часы с логотипом и, значит, комплект вот в виде блокнота, значит, и ручки, и паспорта предприятия. Также все наши участники, все наши номинанты получат еще один общий приз, который учреден Союзом Архитекторов России, ТОСКИМ отделением этой организации. Союз Архитекторов России – добровольное творческое объединение дипломированных архитекторов и специалистов, принявших значительный вклад в развитие проектирования строительства, охраны культурного наследия, изучение архитектуры. В 1932 году по инициативе архитекторов Москвы, Ленинграда, Нижнего Новгорода и других городов был создан Союз Советских Архитекторов, а в 1981 году – Союз Архитекторов РСФСР. Томское отделение Союза Архитекторов образовалось в 1964 году. В январе 2007 года получило юридический статус Томской региональной организации Общероссийской общественной организации Союз Архитекторов России. В настоящее время Томское региональное отделение Союза Архитекторов России объединяет 82 человека из городов Томск, Северск, Стрижевой. В состав Союза входят высококвалифицированные архитекторы, занимающиеся проектированием и строительством новых объектов, реконструкцией существующих зданий, реставрацией памятников истории и архитектуры. Члены Союза являются постоянными участниками различных творческих конкурсов международного и всероссийского уровня. Шесть человек являются почетными архитекторами России. Кроме профессиональной деятельности, Томская организация Союза Архитекторов России ведет большую общественную работу. В 2005 году участвовала в проведении Международного архитектурного форума в городе Томске. В 2006-2007 годах принимала активное участие в обсуждении Генерального плана развития города Томска. Мы поздравляем всех участников данного мероприятия. Хотелось бы отметить роль архитектуры, не случайно прямой перевод слова архитектор звучит как главный конструктор. Это о многом говорит о роли архитектуры в нашем обществе и так далее. Поэтому мы решили от лица Томской организации поздравить всех участников и отметить памятник. Мы вам дарим книгу нашего коллеги, вашего будущего, преподавателя Евгения Николаевича Полякова. Ее название говорит само за себя, образ вселенной в культовом зодчестве древнего мира. Вопросы у вас на эту тему практически были. Мы надеемся, что несмотря на стремление в современность, о наших истоках забывать тоже нельзя. Спасибо вам большое. Ну что ж, уважаемые друзья, пришло время назвать победителя, занявшего третье место в нашем конкурсе. Третье место присуждается Ольга Корякина. Во-первых, я хочу вас поблагодарить и одновременно поздравить за ваш серьезный шаг. Вы еще только-только выбираете путь, но уже публично заявили о своем будущем выборе. Выбор в профессии архитектора, строителя, это серьезно. И это должно быть надолго. Спасибо вам за этот выбор. В вашем лице я бы хотел поблагодарить ваших родителей. Я думаю, не без их участия вы пришли сюда. И второе, у вас впереди серьезные испытания. Экзамены. И чтобы все-таки окончательно попасть и стать студентами нашего университета, вы должны вот эти серьезные испытания пройти. Я надеюсь, вы это все пройдете, станете нашими студентами. А все необходимые знания мы вам дадим. И вы уверенно пойдете по жизни с выбранной профессией. Спасибо. А сейчас приз. Будущему архитектуру очень нужны. Это комплект для скаток. Томский государственный и строительно-архитектурный университет основан в 1952 году. Численность студентов 12 тысяч человек. Форма обучения – очная и заочная. Факультеты – архитектурный, строительный, дорожно-строительный, инженерно-экологический, механический, лесотехнический, факультет геоинформационных технологий и кадастра, факультет экономики и менеджмента, факультет среднепрофессионального образования, заочной и довузовской подготовки. В ДГАСу почти 600 преподавателей. Из них 103 профессора и более 300 кандидатов наук. Филиал университета расположен в городах Стрижевой, Асина, Белово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий. Итак, второе место в нашем конкурсе с общим количеством баллов 75 присуждается Тамарь Елисович. Тамара, вы в числе почти всех участников выбрали для себя сложные занятия на ближайшие 6 лет. Мы считаем, что первый этап все-таки будет благополучно завершен, потому что, в отличие, не в обиду будет сказано коллегам, на архитектурном факультете в течение семестров сочковать не получится. Поэтому с тем, чтобы вы чувствовали поддержку на первом этапе, Томская организация Союза архитекторов России учредила для вас именную целевую стипендию на первый семестр следующего учебного года, естественно, в случае вашего благополучного поступления. Удачи вам! Я очень рада, что я сегодня зная второе место. Я положила действительно все условия, чтобы попасть как в КАСУ, так и на этот конкурс. Большое спасибо нашим судьям. Я считаю, что была справедливая борьба, и каждый заслужил то, что заслуживает. Спасибо огромное! Ну и так, победитель нашего конкурса с общим количеством по результатам трех туров 78 баллов это Анастасия Андреевна. Я очень доволен, хочу вас видеть в числе наших студентов. Молодец! Просто молодец! Спасибо вам! Вот приз, эта техника вам для будущей работы она пригодится. Вот это ваше. Расцениваете это не как уж большой приз, а как память вот о сегодняшнем мероприятии, как мы были вместе и работали. Спасибо вам! Большое спасибо! Я хочу сказать огромное спасибо нашим судьям, потому что мне было очень приятно с вами познакомиться, пообщаться. Большое спасибо моим соперникам за достойную игру. Спасибо большое всей съемочной кампании, потому что она нам создала какие-то домашние условия, она нас поддерживала. Конечно, огромное спасибо моим близким, родным, Вакрушева Инна Витальевна и Татюка Ирина Николаевна за поддержку и веру в меня. Всем большое спасибо! Я очень счастлива! На самом деле, друзья мои, есть еще у нас один приз, который учрежден директором архитектурного бюро «Стиль». Я пока не буду говорить, почему и кому он учрежден. Давайте я это слово предоставлю Сергею Худякову. Архитектурно-планировочное бюро «Стиль» основано в 2006 году. В состав творческого коллектива входят высококлассные специалисты, способные выполнять любые поставленные задачи. Основные направления работы бюро – градостроительное проектирование и городское планирование, проектирование жилых и общественных зданий, проектирование интерьеров, консалтинговые услуги в области проектирования. Бюро является лауреатом многих архитектурных конкурсов, выставок и фестивалей. Заказчиками у предприятия выступают Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска, Департамент строительства и архитектуры администрации Томской области, Томдом, СУ-13, Томстройзаказчик, Томремстрой и другие. Архитектурно-планировочное бюро выполнило многие проекты, среди них планировочные проекты поселка индивидуальной застройки микрорайона Аникина, а также поселок в районе села Каларова. Бюро принадлежит разработке концепции застройки поймы реки Ушайки и проект круглогодичной зоны отдыха в Михайловской роще. Также бюро совместно с Архитектурной мастерской Союза дизайнеров и монументалистов разработало проект реконструкции восточной трибуны стадиона Труд. Сейчас Архитектурно-планировочное бюро «Стиль» ведет разработку проектов реконструкции Томского аэропорта и автовокзала. Архитектурное бюро «Стиль» в лице, значит, мы хотели бы отметить Алексея, нам импонировал, по крайней мере, его уверенный выбор, несмотря на то, что он выбрал профессию строительный дорожник, нам импонирует его осознанный выбор, достаточно уверенные знания по данному вопросу, и импонирует другое, что человек уже в личной беседе, мы выяснили, что человек уже за этот период небольшой, он уже умудрился построить или принял участие в построении своего личного дома. И знания, вот это профессиональные, значит, нам очень импонирует. Мы вам от имени Архитектурного бюро «Стиль» мы награждаем вас дипломом и сертификатом на право получения целевой стипендии от Архитектурного бюро «Стиль» в течение первого семестра вы будете получать именную стипендию при успешной сдаче общих изданий, при поступлении. Поэтому желаем вам уверенности и удачи на первом этаже. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые коллеги, настоящие и будущие, я рад, что вы показали отличные знания по истории архитектуры Томска. Вопросы были самые простые, и вы на них блестяще иногда отвечали. Думаю, что в недалеком будущем на первом-втором курсе мы еще лучше узнаем историю страны, Сибири, Томска. Это вам поможет обрести не только специальные знания, о которых здесь говорили, но и повысить свой культурный общий уровень. Добрый путь! Всего вам доброго! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не только зачеты, но и экзамены. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, уважаемые друзья, я поздравляю вас с заслуженной победой. Я говорю вам спасибо за то, что вы набрали смелости прийти к нам и поучаствовать в этом конкурсе. Я понимаю, что это было действительно очень тяжело, потому что впервые оказаться под объективами телекамер, наверное, это непросто. Поэтому я вам желаю успешно сдать экзамены, успешно поступить в тот вуз, который выбрали. Ну а мне остается напомнить, что это был совместный проект Томской государственной телерадиокомпании Томского государственного архитектурно-строительного университета. Меня зовут Александр Черняк. Увидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ